Треба открыта, смелая и узважена примать решение. Ситуация по трабой Акапулада взяла на себя отказность. Гэтыми словами, старшиня Балваканкама Миколай Шарсню открыл первое посажение областного штаба по продухелении завозу, распаусюжения выпадков и обороны насильництва от инфекции, выкликанной коронавирусом COVID-19. С этого дня штаб будет избираться каждую ранницу. Урачи повинны лечить, а не гублять час на выражение организационных моментов. Минавито с гэтой метой створеный областный штаб. Его означали у старшиня Аблваканкама Миколай Шарсню. Намесником призначены старшиня областного совета депутатов Уладимир Цярентьев. Задача, как ситуация с распаусюджением вируса, заставалася под контролем, отзначил министр Аховы Здоровья, який по дорученні президента зараз працюе у Витебской області. Чтобы вы на контроле держали состояние тест-систем, что сейчас их достаточно, мы будем оборужать по ней необходимости. Защитные средства, если есть дефицит, тоже в этом плане поддержим, даже если у вас его собственное производство. 100 тысяч масок вам, славянки, уже заведевли, вы на сегодня забираете. То есть в этом плане, ну, давайте уменьшиться информацией, мы готовы оказывать сегодня необходимое содействие. Створить беспечные умовы працы тем, кто находится на передовой боротьбе с инфекцией – наиважнейшее питание. На сегодняшний день мы получили достаточное количество защитных костюмов, то есть они получены в Витебской области, ведется распределение по лечебным учреждениям. В принципе, мы можем наладить их и производство у себя, защитных костюмов. Не проблема. Тань белорусская, лекарство сделано, мы будем сами шить, ни от кого не заведем. Если это нужно, говорите, мы будем делать. Мы должны четко выстроить программу. Вот это успойте раз и мы всегда. По всем позициям, маски, костюмы, все, что необходимо, шить мы можем у себя на огромнейшее швейное предприятие. Каб заповолить распаусюдживание COVID-19, важно, по-перше, одрознить симптомы коронавируса от инших инфекций. И, по-другому, до отримания выника у теста, изоливать не только хворога, а и членов его семьи. Для этого Министерство Аховы Здоровья распрацвало алгоритм о питании пациентов. Если получается по ответам, есть подозрение, что это не просто простуды или любая коронавирусная инфекция, а именно коронавирусная инфекция, пациенту рекомендовано ему и членам семьи остаться дома, чтобы они действительно куда из дома не выходили. После этого берется мазок. Если мазок отрицательно, пациент продолжает лечение, как обычная эспираторная грустная инфекция, членам семьи выдаются действия менталиспособности на один день с пометкой против педагогических мероприятий, они приступают к работе. Если он оказывается положительным, все члены семьи автоматически становятся контактами первого уровня, и согласно действующим нашим инфекциям, им продолжается больничный лист выдаваться как против педагогических мероприятий. Такой подход позволит все-таки уменьшить количество передвижений потенциально заразных пациентов по городу и позволит таким образом локализовать все-таки очаги за пределами медицинских учреждений и пользу общественной трассы. От кожных из нас так само многое залежит. Головное, что мы можем и повинны сделать, поклопотиться про людей с талого взрослого. Зараз им треба заставаться дома. Социальные службы приходят на допомогу усим, кто мает потребу. Звонки проймают во всех территориальных центрах социальных обслуговывания насильництва. Телефоны Гарачей Линии працуют в Головном управлении Пахове Здоровья и областном центре гигиены и эпидемиологии.